Кедр, я в Заря-1, зажигание. В Оле у вас дается зажигание. Желаю вам доброго полета. Сразу после этих слов, ровно в 9.07 по московскому времени с космодрома Байконур, Юрий Гагарин по позывному «Кедр» отрывается от земли на корабле «Восток». Полет длится 108 минут. За это время первый космонавт проводит простейшие эксперименты. Пьет, ест и делает записи карандашом. На борту первого пилотируемого корабля места с трудом хватает для одного человека. В макете все, как в настоящем «Востоке». Пульт ручного управления, приборная панель, которая отслеживает местоположение корабля. Главное – удачно приземлиться. Воссозданная копия легендарного «Востока» хранится в Новочеркасске, в центре тренажера строения. Его прототип совершил один оборот вокруг Земли и сел недалеко от села Смеловка в Саратовской области. О том, что первый космонавт испытывал четырехкратные перегрузки, советские люди даже и не догадывались. В Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Только мы тогда знали, я сам бывший летчик, только мы знали, что примерно там происходит. Только мы знали, как там обстановка, как он себя там чувствует. А так, конечно, рядовой уже не знал. Ишла от бабушки туда к маме домой. И у нас в центре поселка большой красивый сверх, и там, значит, репродукторы. И вот это, как сказали, что человек в космосе, все люди прямо остановились. На центре много магазинов, все люди остановились с такими, глаза сразу к небу, думали, что могут увидеть. Да, это ощущение, конечно, такое, волнительное. Программист Алексей Зверев не космонавт, но на колоземную орбиту может выходить хоть каждый день. В Донском центре тренажера строения его отправляют в виртуальный открытый космос, испытывают новую разработку новочеркасских инженеров. Внимание, приготовились. Даю автоматику. Система позволяет двигаться снаружи корабля и переносить оборудование, которое расположено на поверхности МКС. Задача испытателя – выйти на поверхность модуля станции, проверить изоляцию и корпус на повреждение. У меня такое ощущение было, что я нахожусь в небольшом таком батискафе или маленькой подводной лодке. То есть замкнутое пространство, вот, и как бы все передо мной открыто, я могу перемещаться туда хочу. Универсальный космический костюм подойдет как для совершенствования навыков работы на околоземной орбите, так и поверхностях Луны, Марса и астероидов, до которых, уверены специалисты, обязательно скоро доберутся. В следующем году на Красную планету и Луну полетят первые беспилотники, а там, возможно, и до первого полета человека на Марс недалеко. Екатерина Лободина, Юрий Бабенко, Юрий Санкин. На Дону.